Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! Сегодняшний праздник 1-й до 10-й, то есть один из 12 праздников церковного года, который, как вы, конечно, все помните, начинается 1-го сентября по старому стилю или 14-го сентября по новому стилю. И эта древняя традиция, как и древнееврейский календарь, тоже начинает отсчет Новый год, тоже называется Рош-Хошана, тоже начался 14-го числа. Так что мы все идем в соответствии с этой древней традицией. Вот первый праздник церковного года, как и мы, рождаемся, начинается тоже с воспоминания Рождества Пресвятой Богородицы. Когда мы задумываемся над историей праздника, то, конечно, наше внимание останавливается на том, что праздник, собственно говоря, утвердился уже в IV-V веке повсеместно. До этого, когда церковь была гонима, конечно, невозможно было какие-то соборы, невозможно было единый устав, там календарь и все прочее. Все эти христианские общины, которые более-менее, конечно, знали друг друга, поддерживали контакты, вот все они жили местными преданиями, хотя понятно, что Евангелие, вот те четыре канонические, именно в этот момент они в течение первых трех-четырех веков, они как бы адаптировались, признавались всей церковью. Но осознание вот всей той истории новозаветной, которую мы сейчас знаем, того огромного, той огромной роли, которой прижит Богородица, происходило не сразу, потому что, естественно, в условиях гонения церкви невозможно было все это сразу осознать. И смотрите, даже на протяжении семи вселенских соборов церковь формулировала, что кто есть Христос, вот, что Он есть Его Богочеловечество, настолько это было непросто усвоить, а отрабатывал вот эти вот догматы, которые составляют как бы такой фундамент, какой внутренний стержень жизни церкви. Как говорил один из богословов, что свобода церкви, его изъявление и творчество возможно тогда, когда есть вот этот твердый внутренний хребет, внутренний, так сказать, основание, когда он твердый, как сталь, тогда внешняя церковь может проявлять себя, искать разные пути, свободы и так далее. Как приводил хороший образ отец Александр Минь, что, конечно, должны быть внешние формы, подобно тому, как некоторые животные себя защищают панцирем, скажем, там, черепахи и прочее, которые действительно их защищают надежно, но мешают двигаться. А другие позвоночные избрали другой способ, внутренний твердый скелет, который хранит форму, но позволяет свободно передвигаться. Вот примерно такую же роль играют догматы в жизни церкви. И возникали они, конечно, не сразу, а сознание происходило позже и позже. Но это не означает, что мы уже все познали и все, так сказать, нам ясно. Потому что в каждой новой эпохе, в каждое новое время требуется своего языка, своих, так сказать, размышлений над всеми этими замечательными событиями. И вот эти песнопения, они складывались постепенно, где-то уже то, что мы сейчас имеем, где-то к 8-му и 10-му веку. И вот поэтому для нас важно обращать внимание если на тропарь и контакт праздника, потому что в них как бы вот сформулировано, как бы отлилось в окончательную форму то представление и значение празднуемого события. Вот тропарь Рождества Богородицы, сегодняшнего праздника, я его в русском переводе напомню вам, «Рождество Твоя Богородица Дева – радость возвести всей вселенной, ибо из Тебя воссияло солнце правды, Христос Бог наш, и разрушив проклятие, то есть то проклятие, которое человек понес за грехопадение, за то, что отвернулся от Бога, сам хотел стать как Бог, разрушив проклятие, дал благословение, уничтожив смерть, даровал нам жизнь вечную». Вот почему нам так важно рождение Богородицы, потому что из нее высияло солнце правды. Контакт всегда тоже продолжает раскрытие сути праздника. И Аким и Анна освободились от поношения бездетности. В то время вы помните, что бездетность считалась, так сказать, явным знаком того, что эта супружеская чета не получает Божье благословение. Хотя мы знаем, что в течение времени, так сказать, эта бездетность, как страшное пятно, преодолевалась, как у Абрама Сары, и вот так же у Акима и Анны с рождением Девы Марии. И Акима и Анна освободились от поношения за бездетность, а Адам и Ева от смертной гибели к святым Твоим рождением. Пречистое, его празднуют и люди Твои, избавшиеся от тяготы греховные, громко Тебе восклицая, неплодное рождает Богородицу и питательницу жизни нашей. Вот это тоже как бы символика, что неплодность по благословению Божию приносит несравненно больше плод, чем даже обычное рождение. И сегодняшний праздник, конечно, нас побуждает ко многим размышлению. Вот лишь некоторые из них. Дева Мария родилась как заключительное звено в длинной цепи, цепи людей, мужчин и женщин. Цепи, в которой люди боролись за чистоту, боролись за веру. Они боролись не против кого-то, а против самих себя, для того, чтобы в них восторжесовал Бог. И тем самым они подготовили наследницу своего рода, которая должна была родиться, и через нее была таким ребенком, который изберет добро с самого начала. И сегодня начинается преодоление вот того разделения, которое было между Богом и человеком с момента падения. Матерь Божия становится мостом между небом и землей, станет дверью воплощения, дверью, раскрывающейся на небо. Потому что от него рождается тот превысочайший. И ныне готовится переселиться с неба на землю, готовится воплотиться, зрак раба принять. Вот как мы читаем в послании, отрывок которого слышали перед Евангелем, «Умалил себя, зрак раба принял, подобие человеческим быв». Вот, и там такие слова есть, что он не искал, как Адам, хитростью раненства Богу. Отвернулся, сесть в плод запретного древа, а умалил, принял образ раба. И он уже заранее готовит себе путь, место обитания, престол воплощения, как говорят богословы. И, как говорит Паремия, «премудрость готовит себе новый дом, причистую делу». «Премудрость», то есть та мудрость, которая создает этот мир. И Аким и Анна в своем благочестии не считали себя лучше других. И если бы они смирялись, если бы они считались лучше и не смирялись, это было бы неугодно Богу. Они не переставали терпеливо переносить свой скорбь. И именно поэтому Господь и дал им вот такое вознаграждение. Так что все, что угодно Богу, всегда бывает выстрадано и получено от Него в дар, который нужно премножить и возвратить Ему. И хотел бы обратить ваше внимание на то обстоятельство, что этот праздник нас научает и постоянно говорит о смирении. Когда мы читаем про посещение праведной Заветы, то Мария говорит, «Господь призрел на смирение рабы своей». И вот в отрывке из послания, которое вы сейчас слышали, про Господа мы тоже слышим, «Смирил себя, послушлив был даже до смерти». И вот нам важно понять, что это одно из важнейших качеств, которые ожидает Бог от человека – смирение. Но нам нужно правильно понять и обывательское понимание какой-то забитости сидения мышкой в углу. А смирение какое-то – не помышлять о себе. Смирение, которое нам дают, именно раскрывает наши внутренние все способности на встречу Богу, чтобы Он нас действовал. Господи, не так, как я хочу поступить, но как Ты. Когда появляется какая-то трудная ситуация, мы всегда можем просить, «Господи, да, мне на Него, так сказать, отреагировать не так, как мне хочется по моему греховному неразумию, а как Ты от меня этого хочешь». Всели в меня именно это настроение и эти мысли. Вот давайте об этом думать, потому что несмирение, противоположное, сказать, гордость – это корень всех падений. И вот это очень важно размышлять и понимать. Не просто так поверхность называть, а понимать, что стоит за этими словами. И помнить, что смирение красной чертой проходит через всю Библию, на подчеркивает, многократно говорится, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Не сразу после трудов, терпений, страданий, но все это превосходит и окупает все те страдания, которые неизбежны, через которые человек проходит. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok